С питанием разобрались, с мультиками нет. Я не против иногда немного, муж против. А для меня мультики спасения. Алена задает этот вопрос. И я сейчас вызову гнев Алены праведной. А потом я думаю, если вы меня услышите, то немножко по-другому будете относиться к мультикам и вообще к гаджетам и к экранам и ко всему, что новая технология привносит в нашу жизнь и каким образом она разрушает детство наших детей. А значит, наше с вами будущее. В Израиле, в ресторанах есть специальные кресла для детей. Я думаю, что в других странах тоже. Недавно я увидел ноу-хау. Сидит маленький ребеночек в ресторанном кресле. для маленьких детей. А перед ним специальная подставка с мобильным телефоном. То есть, родители приходят в ресторан и чтобы им не мешали общаться, отвлекают ребенка экраном. Дело в том, что технологии меняются очень быстро, а психология и вообще то, что называется человек, оно создавалось сотнями тысяч лет, миллионами лет. И так быстро за этими технологиями мы не поспеваем, да и не должны. Технологии разрушают нас, если мы неправильно им пользуемся. То есть, использование таких технологий мультяшек в возрасте маленьком очень вредно. Вообще, в возрасте до семи лет нежелательно вот таких внешних раздражителей, а желательно, чтобы эти мультики проходили в голове самого ребенка, чтобы они образовывались в голове ребенка. Поймите, пожалуйста, есть ли ребенок видят внешний мультик. Все то время, пока этот внешний мультик возбуждает определенные центры в коре головного мозга, он лишается возможности научиться образовывать эти связи самостоятельно. То есть, эти мультики внешние, вообще экраны, они своего рода имеют наркотическое воздействие и поэтому сейчас вы даже себе не представляете цифры зависимости детей от экрана. Сейчас есть дети, которые в возрасте полутора лет уже зависимы от экрана, которые постоянно с этой штукой в руке. Это вкратце, почему я не советую переносить даже не переносить, парализовывать возможность развития связей в коре головного мозга вот этими гаджетами. Есть гомеопатический препарат, например, когда ребенок постоянно вот в этом и вот его это полностью всосало и он вот там и от этого у ребенка начинаются проблемы. есть такой гомеопатический препарат тарантула, особенно тарантула испаника. Если вы хотите немножко больше разобраться в этом, посмотрите на танец тарантула или почитайте о тарантуле пауке. Знаете, кстати, что в Африке, когда кто-то был ужарен пауком тарантула, не было гомеопатов, да и врачей не было, племя собиралось вокруг ужаренного человека, становилось и под очень быстрый и ритмичный стул барабанов племя танцевало и лечило танцем. Лечи подобное подобным, это гомеопатическое воздействие. Дело в том, что время того, как яд тарантула входит в организм, он ажитирует, он раздражает нервную систему и нервная система в вот в этом получием, в таком тараканем бегу проявляется. Там вообще нет остановки, там постоянные сокращения. Вот. И таким образом все племя как бы вытанцовывало эту болезнь. Что происходит сейчас? Мы нашим детям мало того, что мы прививки вводим, мы сейчас новую прививку обнаружили. Чем больше вот этих внешних отвлекающих факторов, тем нам спокойнее. Но ребенку-то неспокойнее, его нервная система в постоянном возбуждении, и он привыкает к этому возбуждению. Я не говорю уже о вреде о том, что ребенок не развивается, так как должен развиваться. У него не образуется возможность инфо-игрового развития с помощью воображения. Ему навязывают это со стороны. Это все равно, что вы ребенка заставляете ходить в костылях. Потом удивляетесь, почему он хромает или спотыкается. Вот эти мультики, экраны, это костыли для мыслей ребенка, для образов ребенка, у которого не образуются свои самостоятельные. Это очень вредно, очень опасно. мультики, мультики, Продолжение следует...